Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с нашим гостем будем говорить о подготовке к централизованному тестированию. Присоединяйтесь к нам. Владимир Иванович Глазунов. Начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи. В 1980 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1981 года по 2002 год работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры техническая механика. В марте 1999 года назначен ответственным за проведение централизованного тестирования. Принимал участие в становлении системы централизованного тестирования в Беларуси, в подготовке документации по открытию региональных центров тестирования. В 2002 году возглавил центр, созданный в ГГТУ имени Сухова. Занимается научной деятельностью, завершил обучение в качестве соискателя степени кандидата наук по специальности общая педагогика, истории педагогики и образования. Подготовил более 20 научно-методических публикаций. В 2018 году был приглашен Европейской организацией экономического сотрудничества и развития для работы в Республике Беларусь в качестве международного наблюдателя по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗА-2018. В 2017 году награжден нагрудным знаком Министерства образования Республики Беларусь, выдатник адукации. На вопросы, которые касаются проведения централизованного тестирования, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232 340 043. Сообщение можно отправить в Вайбер номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В начале нашей программы предлагаю посмотреть короткий анонс событий этой недели. 2 апреля Беларусь и Россия отмечают День единения. Празднику уже более 20 лет. Это дата – символ дружбы двух братских народов, сохранение общего духовного и культурного единства. Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню единения Беларуси и России пройдут в Гомельском областном драматическом театре. Запланировано множество других совместных мероприятий, в частности, встречи юных миротворцев «Мы вместе», а также митинги, собрания, концерты и выставки. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко 4 апреля проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Мозырском райисполкоме. Обратиться на прямую линию можно с 14 до 15 часов по номеру телефона в Мозыре 8-0-236-3254-86. На личный прием необходима предварительная запись. Предварительная запись на прием по телефонам в Мозыре 8-0-236-3253-31, 32-21-46, 32-22-30. Более 20 вакансий предложат гомельчанам во время дня предприятия, который пройдет 4 апреля. Встреча состоится в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома с 10 до 12 часов. В субботу в Гомеле пройдет финал первого областного конкурса «Красоты, грации, стиля и мужества. Мисс и мистер Гомельская область-2019», приуроченного году Малой Родины. Эти и другие новости смотрите на канале «Беларусь-4 Гомель», также на YouTube-канале и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Но мы сегодня будем обсуждать новации этой вступительной кампании. Но сначала я хотела бы узнать ваше мнение. Какова сегодня ценность высшего образования у современной молодежи? Как вы полагаете, Владимир Иванович? Ну, здесь я, наверное, могу оперировать только цифрами. И если посмотреть на прошлое, позапрошлое, ну вообще на несколько лет назад, то я хочу сказать, что в нашей области больше 75% абитуриентов текущего года изъявляли желание поступать в высшие учебные заведения. И где-то порядка 50, чуть больше 50, в общем-то, традиционно у нас становятся студентами. Поэтому, ну, что бы мы сегодня ни говорили, какие дискуссии ни вели, все-таки высшее образование достаточно востребовано именно у наших молодых людей, которые заканчивают школу, гимназию, лицей. То есть такая статистика существует по стране, сколько сдают абитуриенты тестов, сколько потом из них становятся студентами, сколько без билетов остается. Ну, я уже сказал, что это, значит, в принципе, вот по некоторым областям, по крайней мере, такую информацию приводит Министерство образования, до 80% желают поступать в высшие учебные заведения, то есть сдают централизованное тестирование, ну, в районе 50% становятся студентами. Ну, если это какие-то цифры по нашей области, если 38 тысяч тестов в прошлом году было у нас заполнено? Ну, наверное, мы будем исходить из, скажем так, порядка 8 тысяч наших выпускников, а из этих выпускников где-то, наверное, тысяч 6, чуть больше 6 тысяч сдавало централизованное тестирование. Ну, и из этих 6 тысяч, в общем-то, в принципе, ну, наверное, больше, чем половина стали студентами. Больше, наверное, больше, чем половина, однозначно. Ну, я, в общем-то, здесь говорю больше о бюджетной форме поступления, ну, и есть еще и небюджетная форма поступления. То есть цифра желающих сдавать тестирование, она достаточно высока. Можно ли достичь успеха без высшего образования? Порассуждать на эту тему мы попросили людей на улицах Гомеля. Лучшее образование-то дает какую-то специальность человеку. В какой-то сфере он будет хорошо разбираться, ну, и этим зарабатывать себя на жизнь. Общение с преподавательским составом, общение со сверстниками, которые стремятся получать это высшее образование, это все формирует развитие личности в целом, поэтому обязательно. Высшее образование дает же тебе какое-то продвижение, ну, и еще нужно и в специальности рабочих обязательно. Да, можно обойтись без высшего образования. Главное, чтобы оно было хорошим, любое образование, даже среднеспециальное. Я считаю, что в настоящее время в Республике Беларусь высшее образование сильно обесценилось, и на самом деле оно не так уж и важно в жизни. Важно делать то, что вам нравится, и просто получать от этого удовольствие. Я считаю, что высшее образование все-таки важно в жизни нашей, так как оно будет играть определяющую роль в карьере нашей дальнейшей, в работе, поэтому надо получать его. Но все-таки человек может творчески реализоваться и не поступая в университет, я считаю так. Это смотря в какую область вы собираетесь идти, потому что, если, например, вы собираетесь быть специалистом в какой-то IT-сфере, то вполне возможно освоить эти навыки у себя дома. И высшее образование не совсем обязательно, но если вы собираетесь на какую-то специальность, то да. Я считаю, что высшее образование нужно. Я считаю, что изначально высшее образование не обязательно, так как потом можно заново переучиться, а сначала проще на среднее и найти какую-то профессию, чтобы был стабильный заработок, а после уже на высшее. Если есть возможность, есть у вас умственная способность, то я думаю, что нужно. А если вы не имеете такого возможности, да, конечно, надо. Тогда приспосабливайся как хотите. Я у меня уже образование средне-техническое, технику заканчиваю. Но, тем не менее, как-то удачно все продолжилось. И не имеет никакой роли. Главное, чтобы здесь было в голове. Вы смотрите «Диалог». Сегодня мы готовы ответить на вопросы будущих абитуриентов и их родителей. Владимир Иванович, а как вы думаете, можно ли стать успешным человеком и без высшего образования? Ну, по всей видимости, наверное, можно. Но высшее образование – это же не только корочка о каком-то статусе социальном. Это же, в общем-то, в принципе, какой-то набор компетенций, умений и навыков, которые позволяют человеку, в общем-то, работать в той или иной профессии. Я могу согласиться с некоторыми высказываниями, конечно, насчет того, что несколько наше образование высшее обесценилось. Но то, что однозначно – это развитие человека, высшее образование, а второе – это все-таки, в общем-то, профессиональный уровень. Знаете, в принципе, конечно, можно говорить «хорошее оно и плохое», там, наше гомельское высшее образование. Самое главное – есть ли у человека мотивация учиться или нет этой мотивации учиться. Поэтому, в общем-то, однозначно я за высшее образование. А приходилось ли вам отговаривать когда-либо человека от идеи поступать в ВУЗ? Ну, в принципе, да. Такой разговор когда-то, помню, у меня состоялся с одной мамой, когда, в общем-то, и мы их консультировали о профнаправленности ее ребенка. И, в общем-то, совершенно четко было понятно, что человек очень-очень любит, в общем-то, скажем так, работать с деревом. Он уже, в принципе, не обучаясь нигде еще в школе, уже показывает, так сказать, делал очень хорошие работы. В принципе, это доставляло ему большое удовольствие. Мы с ней говорили, что, может быть, ему сначала в самом деле вот эту рабочую специальность получить, а дальше потом двигаться по мере, так сказать, жизненной необходимости получать и высшее образование. И, в общем-то, я и убедил, что не обязательно ему сразу идти получать высшее образование. Может быть, нужно реализовать себя вот в жизни, начать реализовывать вот хотя бы на этой ступени. А на рынке труда сейчас, кстати, гораздо больше предложений именно по рабочим специальностям, по квалифицированным кадрам рабочих специальностей. И, наверное, даже проще найти работу, нежели выпускнику вуза. Ну, наверное, так. Но вместе с тем я хочу сказать, что, конечно, сегодня и очень сильно востребованы специалисты с высшим образованием в технических направлениях. И, кроме того, что он должен обладать какими-то знаниями, которые он получает уже в университете, но вместе с тем он, в принципе, конечно, должен определенную квалификацию иметь, связанную там с какими-то рабочими навыками однозначно. Владимир Иванович, есть уже вопросы, которые поступают к нам на Вайбер. Как раз в продолжение темы, можно стать успешным человеком, имеется в виду отсутствие образования, заставляет крутиться, и тут уже либо пан, либо пропал, считает Герман. Ну, я думаю, что время заставляет крутиться, и тех, у кого уже есть и одно, и два образования. Ну, это, конечно, все понятно, но вы понимаете, сегодня, в принципе, предположим, не хватает кадров в каких-то отраслях, но я бы больше сегодня не сказал, сегодня не хватает квалифицированных кадров, высококвалифицированных кадров. Поэтому, конечно, образование, оно оправдывает себя. Я говорю, что если у человека есть мотивация получать знания, умения и навыки, повышать свою, то есть, или получать какую-то профессию, получать ее осознанно, то однозначно он найдет себя в жизни и, в принципе, будет очень цениться. Вот это самое главное. Осознанный выбор профессии, мотивированный студент. Залог успеха. Не все достаточно осознанные и мотивированные в возрасте 17 лет, согласитесь. Ну, и, да, понимаете, то есть, вот, в принципе, конечно, есть и можно отметить и тот факт, что, в принципе, высшее образование некоторые получают, потому что так надо, в общем-то, да. А где-то к третьему, четвертому курсу он разбирается, что, наверное, это специальность, но совершенно это не его, в общем-то, понятно. Потом он идет таким же специалистом, так же он идет на производство, на производстве он особого рвения не показывает. И тогда, в общем-то, вот в народе говорят, ну вот, вышел выпускник из университета, да, а специалист никакой. И делают выводы о качестве обучения, которое может быть совершенно здесь и ни при чем. Куда мне привезти сына, спрашивает Тамара, чтобы ему провели качественную профориентацию, а то не знаем, куда себя девать. Мы, в принципе, в общем-то, у нас в центре можем принять такого ребенка и продиагностировать, и проконсультировать. Нужно прийти непосредственно к вам в центр? Да, в региональный центр тестирования. Он находится в ГГТУ имени Сухова? Да, проспект Октября, 48, кабинет 103. Ну и как раз о новациях давайте поговорим. В этом году несколько изменилась схема регистрации на репетиционное тестирование. Вроде бы очень удобно, не надо приходить, никаких квитанций об оплате не нужно приносить. Как отреагировали абитуриенты на вот такую новую систему? Ну, вы знаете, да, мы этой системы добивались очень долго от Республиканского института контроля знаний, потому что возможности оплаты существенно расширились. Я имею в виду, можно сегодня платить в банке, можно использовать интернет-банкинг, смс-банкинг, можно использовать, предположим, различные устройства, можно пойти и на почту заплатить. Понимаете, и вот появление этих новых форм оплаты, оно, в общем-то, усложнило вот эту жизнь организаторам репетиционного тестирования, и в том числе в Республиканском институте контроля знаний, потому что, конечно, очень много различных квитанций, в общем-то, и достаточно сложный был учет этого всего. Мы, конечно, добивались того, чтобы, в принципе, это все очень-очень сильно упростить, чтобы, в принципе, абитуриент заплатил, то есть зарегистрировался, заплатил и сразу увидел, что он заплатил. И чтобы это была не система, там, предположим, в Белгуте одна система электронной регистрации, в Скорыне вторая, в Сухого третья, в Мозре четвертая, а чтобы она была единая. И, вы знаете, в общем-то, нам удалось, в общем-то, поучаствовать вот в этой программе. Мы первые фактически из области в это дело, к этому делу подключились. И я хочу сказать, что определенная напряженность, конечно, была, потому что, ну, у нас есть абитуриенты, за которых платят мамы, за которых платят бабушки, дедушки, в общем-то, да, они платят по старинке, они идут в банк, они, значит, оплачивают, они за услуги банка платят дополнительные деньги. Потом, в общем-то, ребенок идет регистрируется. Сейчас, в общем-то, все просто. Ты завел личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний, и далее ты, в общем-то, регистрируешься, заявляешь столько предметов, сколько ты хочешь. Как только ты заявился, тебе фактически выставлен счет на оплату. Ты оплачиваешь в течение суток, и мы уже видим, в принципе, и в Республике видят, ну, и в Минске, и мы видим, что этот ребенок уже зарегистрирован. Нам не надо квитанция, нам, в общем-то, никаких других дополнительных документов. В общем-то, в принципе, ну, у нас молодежь продвинутая, она с компьютером в лучших взаимоотношениях, чем, предположим, люди постарше. И поэтому, в принципе, знаете, как-то, ну, достаточно положительное оцениваемое. Но пока регистрация на саму процедуру ЦТ остается прежней, там ничего не меняется? Да, регистрация не меняется, потому что здесь есть, скажем так, необходимость увидеть этого человека, посмотреть в его документ, посмотреть, не просрочен ли этот документ, и не будет ли он просрочен на момент прохождения ЦТ. И дальше, в общем-то, в принципе, в общем-то, ему выдается номер, он по этому номеру оплачивает, мы увидим эту оплату, и мы выдаем ему документы на централизованное тестирование. Разъясните, пожалуйста, сложную ситуацию нашему телезрителю по имени Антон. Можно ли не присутствовать при подаче документов лично, просто весь май буду в командировке за границей? Ну, в принципе, да. Да, в общем-то, правило допускает такую ситуацию, он может сейчас сделать доверенность на родителей, не на родителей, на своих родственников, на знакомых, и они с этой доверенностью придут и зарегистрируют его. Единственное, конечно, ему побеспокоиться нужно заранее по той простой причине, что все-таки мы хотим видеть оригинал его паспорта. Но вместе с тем эта ситуация жизненная, и я думаю, что она разрешима. В прошлом году Гомельская область по результатам ЦТ стала лучшей в стране. Это, безусловно, приятно, да, и в целом средний показатель оказался выше. Как вы считаете, это результат более качественной подготовки абитуриентов? Или тесты стали проще? Ну, тесты стали проще для всех, не только же для Гомельской области, и для всех остальных. Нет, мы соревновались с другими областями, и наши средние баллы, наш средний балл, в общем-то, оказался выше, чем в городе Минске и Гродненской области. То есть мы, в общем-то, в принципе, первой из всех областей, и в том числе обошли город Минск. Можно сделать вывод о том, что качество образования лучше? Я хочу сказать, что, конечно, по сравнению, вот, если мы вот сиюминутно или одноразово оценим вот эту ситуацию, мы скажем, вот на тот момент наши абитуриенты выпуска 2018 года, они показали лучшие результаты. Однозначно показали лучшие результаты. Они лучше были подготовлены к централизованному тестированию. В общем-то, и я хочу сказать, вот, отрядный такой факт. Если посмотреть на зачисление до зачисления, да, то у нас, в принципе, все это прошло, ну, в общем-то, у нас не осталось, скажем так, свободных мест практически, там, за исключением, по-моему, двух мест там в Мозырском педауниверситете, а так у нас не осталось свободных мест, в общем-то, после, до зачисления на бюджет. А я хочу привести пример Витебской и Могилевской области, где количество свободных мест перевалило за 50. В общем-то, вы знаете, наши абитуриенты просто-напросто чувствовали себя более уверенно, с более высокими баллами. Однозначно. А если говорить подробнее, то как распределились эти показатели? Что сдают лучше, что сдают хуже обычно? Ну, если говорить о местах, наверное, здесь вот именно об этом уместно будет сказать, то у нас традиционно первое место мы заняли по испанскому языку среди всех, по географии. А сколько было участников по испанскому языку? Ну, их там было, наверное, порядка 30-40 человек. География тоже малочисленный предмет. Ну, а далее все-таки второе место по русскому языку, второе место по физике, второе место по английскому языку. И вообще я хочу сказать, что вот у нас практически, скажем, только по, насколько мне помнится, по всемирной истории у нас шестое место. Так у нас мы выше третьего там не поднимались. Ну, это и самый востребованный, мне кажется, русский язык, да? Да. Чаще всего издают языки. Он однозначно самый востребованный. Русский язык дают все абитуриенты или белорусские. Ну, те, кто готовится к ЦТ, сейчас самый ответственный период. Наши корреспонденты посетили несколько учреждений образования, убедились, отдыхать будущим выпускникам на каникулах было некогда. Брилевская средняя школа Гомельского района. На конец марта 2019 года. Последняя неделя месяца пришлась на весенние каникулы, а поэтому в коридорах школы непривычно тихо. Хотя есть одна категория учащихся, для которой понятие отдыха от занятий достаточно условно. В этом году в выпускном классе 8 человек, и все они мечтают поступить в высшее учебное заведение. На этот раз учащиеся решают задачи на одном из интернет-сайтов. Времена, когда преподаватели составляли их сами, остались в прошлом. Конечно, это лучше, потому что они приближены к сематике тех заданий, которые будут предложены детям на самом тестировании. Конечно. И не только задания, которые в интернете, но задания прошлых лет, которые накоплены у каждого преподавателя, который готовит учащихся к сдаче ЦТ. Конечно, самим составлять сейчас тесты, наверное, даже неразумно, потому что их очень большое количество имеется. Бери и пользуйся. Что в интернете, что в печатных источниках. У учащихся Брилевской средней школы есть возможность, которой нет даже во многих городских учреждениях образования. Здесь создали мобильный компьютерный класс. Теперь подключиться к интернету без проблем можно в любой аудитории. Что касается выпускников, то они явно мотивированы на продолжение учебы. В прошлом году по результатам централизованного тестирования средний балл по школе превысил 61. Это совсем неплохой результат. Учителя наши очень хорошо преподают. Мы занимаемся факультативными занятиями очень часто. По субботу у нас даже два часа есть по математике. И платные курсы мы взяли по физике специально, чтобы не отставать от детей, которые, допустим, лицеисты или гимназисты. Они же занимаются более, так сказать, углубленными этими предметами. У нас профиля нет математики физического. Поэтому мы стараемся не отставать от них по часам. Гомельский городской лицей номер один. Здесь действительно другой, более углубленный уровень обучения. Да и количество выпускников с той же Брилевской средней школой несопоставимо – 120 человек. Что, впрочем, не делает их главную цель какой-то особенной. Уже много лет 100% лицеистов поступают в высшее и среднее специальное учебное заведение. Нарушать эту традицию не хочет никто. Ни ученики, ни учителя. По этой же причине процесс подготовки к ЦТ в лицее поставлен на научную основу и предусматривает несколько направлений. От информирования лицеистов об изменениях в нормативно-правовой базе и получении ими информации о местах проведения тестирования до психологической подготовки. Последний момент не менее важен, чем наличие знаний. Многие выпускники расстаются с мечтой о будущей профессии из-за элементарного волнения. Мы проходим все этапы как репетиционного тестирования, так и диагностического тестирования, что создаёт обстановку централизованного тестирования, чтобы мы не нервничали, чтобы мы реально рассчитывали на свои знания. И в основном я хочу поступать в Минск. Это Белорусский государственный университет на отделение мировой экономики. Нам помогает очень сильный лицейский психолог. Она с нами проводит различные тренинги. Мы можем как и группами к ней ходить, например, всем классом. А также мы можем попросить, что она занималась с нами индивидуально. Это действительно помогает. Также иногда мне даже сложно дома справиться с волнением, потому что я очень нервничаю за будущее поступление. И наши родители часто обращаются к психологу, спрашивают нужные советы, как с этим справиться. И это действительно помогает. Она нам помогает настраиваться, сконцентрироваться, как нам удобно и как мы можем побросить страх именно на самом сдаче СТ. 13 апреля в Гомельском городском лицее пройдет день открытых дверей. Еще через 4,5 месяца 120 нынешних городских девятиклассников станут лицеистами. По сути, именно с этого дня они начнут готовиться к централизованному тестированию. Начинается подготовка к централизованному тестированию сразу же, как дети поступили в лицей. Мы проводим диагностику по профессиональным намерениям учащихся. И определяем, какие предметы учащийся собирается сдавать на централизованном тестировании. После того, как предметы определены, мы предлагаем учащемуся, кроме учебных занятий, еще и факультативное занятие по данным предметам. Если и этого недостаточно, у нас есть перечень платных услуг по подготовке к централизованному тестированию по основным предметам. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Владимир Глазунов. Владимир Иванович, дайте совет, как правильно нужно готовиться к тестированию. Я думаю, что из репортажа, который мы сейчас посмотрели, можно сделать один вывод. Первое и главное – это надо учиться каждодневно в своем учреждении образования. Это основная подготовка. Это, я как говорю, фундамент. А вот уже тактическая, краткосрочная подготовка, она включает и факультативную работу, потому что, правильно, ученик сказал, что, наверное, в Бурелевской школе не в таком объеме некоторые предметы преподаются, как в лицее. Нужно, конечно, посещать факультативы однозначно. Нужно, предположим, может быть, пойти на какие-то курсы. Ну, работают очень многие и с репетиторами. Это, в общем-то, не секрет. То есть, вот эта подготовка дополнительная, она позволит немножко подровняться, скажем так, к тому уровню, который показывают у нас гимназисты и лицеисты. В общем-то. Ну, наверное, это вот все. Еще раз повторюсь, это, конечно, занятия. Это каждодневные занятия. Понимаете, без каждодневного труда, в общем-то, не будет однозначно результаты. Это первое. А второе, ну, это появляется у выпускников, это, ну, скажем, мотивация, да, мотивация, желание все-таки поступить. Не просто так, в общем-то, готовиться, ну, на авось, что будь что будет, а именно, в общем-то, достаточно серьезно себя мотивировать, что ты хочешь поступить, и ты справишься с этой задачей успешно. А существует ли качественный какой-то разрыв между показателями ребят из сельских школ и из областного центра? Мы здесь, наверное, должны сравнивать именно учащихся, которые собираются поступать. И я хочу сказать, что если сравнивать учащихся и абстрагироваться от учреждения образования, где он учится, то, конечно, в принципе, и учащихся сельских школ, мы это видели в прошлые годы, могут получить и 100 баллов, и показывают очень приличные результаты. И ясно, что в Брюлевской школе, если там небольшое количество участников собирается поступать, наверное, если мы начнем сравнивать учреждения образования, то результат там будет, может быть, немного хуже, чем у первого городского лицея, где сдаются 120 человек. А если говорить уже конкретно о людях, то я хочу сказать, что сегодня этой разницы уже, наверное, практически нет. Те люди, которые хотят, те учащиеся, которые хотят учиться, которые готовятся целенаправленно, они показывают достаточно примерно одинаковые результаты. Ну, мы видим, и поступают, в общем-то. Вы же видите, что в городе Минске проблема общежития – это самая главная проблема. Да, значит, неменчане. Неменчане приезжают, поступают и учатся. В этом году результаты ЦТ будут считать несколько иначе. Расскажите, пожалуйста, почему были приняты эти изменения и что они собой представляют? Мне, наверное, сложно сейчас вот в рамках передачи пояснять причины, потому что это было решение министерства поменять эту систему. Ну, одной из причин, наверное, было то, что, в принципе, прошлая система оценивания или перевода вот этих первичных баллов в стобальную систему, она, конечно, в общем-то, иногда давала такие сбои, и что, предположим, учащийся, выполняя задание первого варианта, получал ниже балл, чем учащийся, который выполнял задание второго варианта, хотя, в общем-то, может быть, даже решал большее количество заданий. В чем была причина? Причина была достаточно простая. Это была система, которая назначение этого балла конечного влияли и сложность заданий, и уровень подготовки учащихся. И, в общем-то, когда высчитывали весовые коэффициенты по каждому заданию, исходя из этих двух параметров, то могла случаться такая ситуация, что какое-то задание решало большое количество или большее количество абитуриентов. И оно, естественно, весовой коэффициент его уменьшался. А такое же задание, в общем-то, во втором варианте решало меньшее количество абитуриентов, и весовой коэффициент его увеличивался. А бывали ситуации, когда, предположим, Рикс допускал какие-то такие достаточно критические ошибки в оформлении материала, может быть, типографские ошибки. И в результате мы успокаивали абитуриентов и говорили, «Ты не волнуйся, это задание зачтет себя как правильно». Но раз оно засчитывалось как правильно, оно фактически обесценивалось полностью. Он фактически за него получал очень-очень мало баллов. И, соответственно, для того, чтобы избежать этого, ввели новую систему оценивания. И второй момент – это то, что сегодня уже абитуриент примерно будет представлять по спецификации, какие задания через первичные баллы оцениваются как более простые, а какие более сложные. То есть сегодня уже не будет зависеть от того, решал ли ты первый вариант, решал ли ты второй вариант. Ты уже знаешь, сколько ты… То есть ты можешь посчитать, сколько ты набрал первичных баллов и с помощью таблицы перевести его в конечный балл. Это достаточно несложная система ранжирования. Она называется ранговая шкала процентилий. Ей пользуются во многих странах. В общем-то, она достаточно простая. И мне, конечно, сегодня достаточно странно слушать, когда уходят от сути вопроса, подменяют понятия, вот в интернете я читаю статьи, что вот теперь, значит, абитуриенты получат более высокие баллы, а знать они якобы будут меньше. Но, извините, мы уходим от цели. Цель централизованного тестирования – ранжировать наших абитуриентов, расставить их, в общем-то, на одной линейке. Кто-то лучше, кто-то хуже. И, исходя из этого, принять или не принять университет, а, извините, будет поступать он с баллом 13 или будет он поступать с баллом 50, это, в общем-то, для абитуриента ничего не меняет. Естественно, конечно, наверное, немножко повысятся цифры. В абсолютных цифрах, то есть проходной балл для вот этих абитуриентов, которые у нас набирали по 20 баллов, по 17 баллов, он подрастет. Что касается хорошо подготовленных абитуриентов, которые у нас, в общем-то, хорошо сдавали и получали достаточно высокие баллы, то я думаю, что вряд ли даже и в абсолютных цифрах изменятся проходные баллы. Они останутся такими же высокими. Когда мы говорим о ГУИРе, когда мы говорим о БГУ, о Белорусском государственном медуниверситете. Поэтому, в принципе, я говорю, цель – поступить, в общем-то. А дальше мы будем уже разбираться, насколько, так сказать, качество нашего образования улучшилось или ухудшилось. Поэтому я считаю, что надо вот сегодня от этих разговоров как-то немножко абстрагироваться. Кстати, какие специальности показали самые высокие проходные баллы по результатам прошлой кампании? У нас традиционные специальности показывают высокие баллы – это юристы. В общем-то, да, в принципе, это IT-специальности – это психологи, это спортсмены. У нас очень высокие проходные баллы на медицинские специальности, фармакология. У нас в фаворе… Ну, это все за 300 баллов, за 350 баллов. Ну, если брать в сумме три результата ЦТ и плюс балл аттестата. А какой результат будет считаться недостаточным в этом году для того, чтобы поступить в УРС? Ну, он остался, как и в прошлом году, в общем-то, 10 баллов, по-моему, для русского, белорусского. В общем-то, 20 баллов математика, физика, химия, биология. Ну, и гуманитарные предметы – 25 баллов проходной. Ну, министерство, по крайней мере, я, честно говоря, для себя даже еще вот в внятной позиции министерства не понял. Ну, но министерство это объясняет тем, что так как сертификаты годные два года, то вроде как вот, чтобы не пересчитывать прошлогодние сертификаты, учли и, скажем, или пытаются учесть результаты и абитуриентов, которые воспользуются прошлогодними. Но вместе с тем мне непонятно, как они могут ими воспользоваться, если, конечно, в абсолюте цифры подрастут. Регистрация на ЦТ начнется со 2 мая. Это, в общем-то, традиционно происходит. Закончится 1 июня. В общем-то, за минусом всех праздников, которые нас ожидают в мае. Ну, плюс там пару суббот, когда будет проходить регистрация на ЦТ. Где можно зарегистрироваться в городе Гомель и где будет проходить тестирование? У нас осталось 6 пунктов в области. И в этом году особых изменений не произошло, если сказать, вообще не изменений. То есть это наши университеты, классические университеты, имени Франциско-Скарены, Белорусский государственный университет транспорта, Технический университет Сухого и Белорусский торгово-экономический университет. Это 4 университета города Гомеля. Это Мозырский государственный педуниверситет Шамякина и Светлогорский индустриальный колледж. Сколько будет стоить один предмет? Ну, предмет ничего не будет стоить, скажем так. Почему? Потому что это все-таки вступительная компания, она у нас государственная. А вот регистрация, услуги регистрации, они стоят 0,1 от минималки. Это чуть больше 2 рублей. Сдать можно по-прежнему? Четыре предмета. И я могу добавить, что, в принципе, и белорусский можно сдавать вместе с русским. То есть если ранее как-то немножко опасались амбитуриента, а можно ли? Но вместе с тем, вы знаете, если, предположим, ты берешь набор технических, то есть или набор предметов на техническую специальность, это математика с физикой, то, конечно, вряд ли ты будешь планировать поступать на экономическую специальность и вряд ли ты будешь сдавать английский язык. Поэтому здесь я бы посоветовал сдавать белорусский язык. И тот предмет, который ты сдашь лучше, ты, в принципе, можешь предоставить в качестве основного сертификата по языку. По каким причинам можно зарегистрироваться на прохождение ЦТ в резервный день? Мы говорим по-уважительной, потому что мы вот всегда отставим свою позицию. И благо нас понимает и в Республиканском институте контроля знаний, и Госкомиссия, в общем-то, положительно к этому оценивается. Ну, нельзя сегодня написать список причин, уважительных причин и, в общем-то, подвести черту. Понимаете? То есть поэтому, когда человек приносит нам оправдательный документ, мы его, в общем-то, внимательно изучаем. И, исходя из того, насколько он оправдательный, принимаем решение. Владимир Иванович, спасибо большое за сегодняшний диалог. Это был диалог с начальником регионального центра тестирования и профессиональной ориентацией учащейся молодежи Владимиром Глазуновым. Спасибо за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова